В эфире канала Россия итоговая информационная программа событий недели в студии Ашемес Пхешков. Доброе утро. Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса уже с завтрашнего дня. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства. Кроме того, Владимир Путин выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика. В течение 15 дней в Карачаво-Черкесию поступит первая в этом году партия из 7300 доз вакцин от коронавируса. Напомним, что вакцинация в России началась 15 декабря. Граждан прививают препаратами «Спутник Ви». Он разработан центром имени Гамалея и стал первой в мире и в России вакциной от инфекции. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом в России. По ее словам, зафиксировано снижение на 16% числа госпитализированных с COVID-19. В Карачаво-Черкесии с начала пандемии прошло 10 месяцев. И все это время волонтеры штаба «Мы вместе» не прекращали свою деятельность. О работе людей, чьей доброй волей является помощь другим в материале Руслана Джукаева. Люди доброй воли. Так называют волонтеров в нашей стране за их неравнодушный и самоотверженный труд. С начала пандемии сотни волонтеров нашей республики вносили свой вклад в борьбу с коронавирусом. Юлиана тоже не осталась в стороне и работает в колл-центре штаба «Мы вместе». Она принимает заявки, которые в течение дня с разных точек республики поступают в центр. А иногда сама развозит лекарства и продукты для маломобильных людей. Я не могла остаться в стороне в такой сложной ситуации, когда многим людям в нашей республике нужна помощь. И я, имея возможности и силы помочь, решила, что это будет хорошая возможность, чтобы сделать добро. В этот сложный период хочется пожелать жителям нашей республики, чтобы они берегли себя, были осторожны и помогали своим близким. Деятельность штаба «Мы вместе» была начата 18 марта прошлого года и с тех пор ни на один день не прекращалась. Направления работы были самые разные. Помощь маломобильным гражданам, многодетным, малообеспеченным семьям и пожилым людям республики. Более тысячи людей получили продуктовые наборы. На сегодняшний день у нас в предновогодние дни с 25 числа стартовала акция, которая называется «Новый год в каждый дом». Волонтёры единого волонтёрского штаба «Мы вместе» занимаются организацией проведением акций предновогодних. То есть это поздравления детей из социальных учреждений, это поздравления детей медработников, которые сейчас трудятся в ковид-госпиталях. Это поздравления ветеранов, которые у нас есть в республике. В республике много неравнодушных людей и партнёров штаба, которые принимают участие в акциях. Так, под Новый год с их помощью дети с онкологическими заболеваниями республики получили сладкие подарки. Дорогие ребята, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Вместе со своими помощниками я присылаю вам сладкие подарочки. Спасибо. Наши партнёры общероссийской акции «Мы вместе» в рамках проекта «Новый год в каждый дом» Академическая гимназия и детский сад от Адая предоставили для наших подопечных, детей с онкологическими заболеваниями нашего региона, сладкие подарки. Которые сегодня дойдут до адресата. Руслан Жукаев, Алий Бастанов, Рашид Токов. Вести Карачаева, Черкесия. Глава Карачаева, Черкесия Рашид Тимрезов поздравил с днём рождения ветерана Великой Отечественной войны Хазиралевича Тимирова, которому исполнилось 100 лет. Он прошёл почти всю войну с 1941 по 1944 годы. Бесстрашно и доблестно сражаясь в Чехословакии, получил ранение и был демобилизован. Хазиралевич 40 лет проработал в Тибердинском заповеднике. Виновника торжества поздравили директор заповедника Олег Динаев и представители Совета ветеранов Карачаевского городского округа. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Статная походка и твёрдый шаг. Несмотря на свой возраст, Хазир Тимиров ведёт здоровый образ жизни. Он стойко прошёл горнило войны и тяжёлые годы депортации. 40 лет проработал в Тибердинском биосферном заповеднике. Лично поздравить юбиляра приехал директор Тибердинского заповедника Олег Динаев. Он подчеркнул, что Хазиралевич является примером для всех поколений, который всегда оставался верен долгу и трудился во благородной земли. Наша задача – ценить таких людей, которые сохранили и вернули мир нашей стране. Дорогой наш Хазиралевич, примите наши сердечные поздравления в день вашего 100-летнего юбилея. Желаем вам здоровья, самое главное, чтобы вы не болели, ваши близкие и родные долго жили вместе с вами, чтобы вы их радовали своим здоровьем. Хазиралевич участвовал в боях под Курской дугой, воевал на Северокавказском, Первом, Втором и Третьем украинских фронтах. Много раз его перебрасывали с одного фронта на другой. В жестоком сражении в освобождении Чехословакии в 1944 году был ранен и демобилизирован. Боевые подвиги Хазира Тимирова вспоминали вместе с представителями Совета ветеранов Тиберды и Карачаевского городского округа, которые также приехали поздравить юбиляра. Ваш юбилей – важное событие в жизни не только города Карачаевска, но и в жизни Карачаева-Черкесии и России. Вы один из тех рядовых солдат нашей Родины, которые спасли мир от фашизма, проявив необыкновенное мужество, отвагу и героизм. Совет ветеранов выражает вам глубокую признательность за мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, за многолетний труд на благо России. По возвращении на родную землю Хазир Тимиров не нашел свою семью, которую депортировали в Среднюю Азию вместе со всем карачаевским народом. Вернувшись на родину, Хазир Алиевич 40 лет проработал конюхом, затем завскладом в Тибердинском заповеднике. Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, ветеран ведет активный образ жизни. Единственное, подводит слух из-за возраста и от полученных ранений в годы войны. Сын ветерана Герман Тимиров рассказывает, что с раннего детства отец прививал ему любовь к родной земле и к труду. И в итоге сын Хазира Алиевича продолжает дело своего отца, также работая в Тибердинском заповеднике. Он страшно ругался, если кто-то что-то найдет, принесет, пойди положи на место, хозяин сам придет и заберет. Ну это в детство было такое. Сделай человеку добро, это тебе вернется потом, добром. Плохое сделать, говорят, это две минуты. Делай добро, делай добро. Иной раз косу возьмет, обкашивает улицы, дворы. Он сейчас уже послабее стал, перевалил. А так, всю жизнь, видимо, то, что он работал постоянно физически, здоровье, видимо, оттуда. Скромность и любовь к труду – самые ценные качества настоящего горца. И все это ветеран Хазар Тимиров прививает своим троим внукам и двум правнукам. Боевые заслуги Хазара Алиевича навсегда останутся в памяти последующих поколений. Алиханеп Шоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Тиберда. Председатель Народного собрания Карачаева-Черкесии Александр Иванов вручил сертификат на туристическую поездку в Санкт-Петербург 12-летней Алике Кедокоевой, Саула Псыш. Алика рассказала спикеру, что увлекается историей, ее любимым правителем является Петр Первый. Девочка восхищается его созидательным трудом и ратными подвигами, поэтому мечтает посетить город, созданный императором, посмотреть все достопримечательности. Алика с сожалением отметила, что была уже в городе на Неве, но на операции и лечении, поэтому не успела нигде побывать, а хотелось и в Эрмитаж, и в резиденцию Петра Первого. Теперь мечта сбудется. Александр Иванов заверил девочке, что в Санкт-Петербурге ее встретят и проведут незабываемые экскурсии по городу. Напомним, что мечты детей продолжают исполняться в рамках общероссийской благотворительной акции «Елка желаний», организованной партией «Единая Россия». Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Фейерверк новогодних скидок продолжается. До 40% на все. Куртка в подарок. Ветские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Город Черкесск. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный. До 40% на все. Куртка в подарок. Ветские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. Утро – это прилив бодрости и желания творить. Это не туфли, это какое-то чудо. Посмотри, я вообще, я в восторге. Это сережки себе не одену. Доброе утро! Да! Доброе утро! Утро – это улыбки и радость. Утро! 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 Доброе утро приносит добрый день. Не пропустите «Утро России», Карачаева, Черкесия. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. В Черкесске работает крупный промышленный агропарк. Для местных товропроизводителей подготовлено около 150 мест для реализации собственной сельскохозяйственной продовольственной продукции и других товаров. На сегодняшний день уже запущено несколько стартапов для начинающих предпринимателей. Руслан Джукаев подробнее. Для предпринимателей здесь созданы, можно сказать, все условия для реализации своей продукции. Под крышей огромного комплекса молодые стартапы и крупные торговые марки начнут свою работу уже в ближайшее время. Для предпринимателей республики подготовили выгодные условия, начиная с низкой арендной платы, заканчивая маркетинговым сопровождением. Мы сейчас пытаемся привлечь молодых бизнесменов, которые хотят реализовать свою продукцию на выгодных условиях. Расскажу. Первый месяц бесплатной аренды. Далее, последующие два месяца предоставляется скидка в размере 50% от стоимости арендуемого помещения. Далее мы также предоставляем полное обслуживание, маркетинговое обслуживание, вплоть до предоставления оборудования для создания собственного бренда. Мадина Урусова занимается производством домашних полуфабрикатов и на предложение открыть на территории агропарка свой цех она сразу же согласилась. К тому же агропарк планирует реализовать программу доставки всей продукции. Мы достаточно молодая организация. Собственно, свою деятельность мы начали вместе с открытием агропарка. Мы планируем достаточно большой ассортимент домашних полуфабрикатов. Также будут ПП-полуфабрикаты, мучные изделия. Сейчас у нас ведется ремонтная работа и к началу февраля мы планируем открытие. Поэтому всех ждем в гости. Приходите, пробуйте нашу продукцию. А Нурби Дармилов решил продавать домашнюю экологически чистую молочную продукцию, которую он получает на своей ферме. Нурбей уверен, что данная площадка послужит хорошей возможностью для выхода сельхозпродукции на новый уровень. Я считаю это перспективным проектом с точки зрения территориального местонахождения, а также плюс потенциал. Так как это новый район, он застраивается, создается инфраструктура вокруг. И исходя из этих, скажем так, параметров, я посчитал нужным, что надо пробовать. И уверен, что это верное решение. Также каждые выходные на территории агропарка планируют проводить ярмарки. Принять участие в них может каждый желающий абсолютно бесплатно представить свою продукцию. Услан Жукаев, Олейбастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Джигафар Дауров, известный аксакал журналистики, ветеран Великой Отечественной войны, прозаик и поэт, мудрец, который вот уже 90 лет познает мир, отметил очередной юбилей. В свой день рождения старейшина принимал гостей у себя дома. Фатима Даурова оказалась в числе тех, кто поздравил почетного юбиляра. Джигафар Ахмедович, как глава дома, встречает гостей у ворот. Весь подтянутый, статный горец в Черкесии совсем не выглядит на свой возраст. С юбилеем его пришли поздравить официальные лица республики, представители общественных организаций, старейшины рода Дауровых. Приветственный адрес от президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова зачитал министр по делам национальности, массовым коммуникациям и печати республики Альберт Кумуков. Джигафар Ахмедович, сердечно поздравляю вас с юбилеем. Мы искренне гордимся вашим поколением, поколением мужественных, сильных духом людей, настоящих героев и созидателей. Вы никогда не боялись трудностей, верили в правое дело в себя и в своих товарищей. Честно служили Отечеству. Желаю вам доброго здоровья и всего наилучшего. Это президент Российской Федерации. Спасибо. В народе его знают как человека, слово которого на весь золото. Мудрый, чуткий, необычайно скромный, но уверенный в себе человек. Джигафар Дауров вызывает чувство глубокого уважения к себе и своему творчеству. 52 года он отдал печати. 20 лет был внештатным корреспондентом газеты ЦК КПСС «Сельская жизнь». Из журналистского опера Даурова вышло 26 книг. Поздравление от председателя Союза писателей России Николая Иванова передал друг и коллега писателя Олег Этлухов. Меня попросили передать поздравление от имени всего писательского сообщества России. Сказали буквально следующее. Вы наша гордость, вы наша слава. Он даже так и подчеркнул, сказал, что не забудьте, говорит, Джигафар Ахмедович один из последних представителей поколения великих советских писателей. Поэтому вот я передаю наилучшие пожелания от него, от всего Союза писателей России. Джигафар Дауров – известный общественный деятель. Ведет большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Его книги, посвященные Великой Отечественной войне, – это жизненный опыт писателя. Разрешите вас от имени Совета ветеранов города Черкеска поздравить с вашим юбилеем. Пожелать вам крепкого здоровья, семейного счастья, чтобы вас всегда окружали любимые дети, внуки, правнуки. Вы нас всегда своим присутствием на наших мероприятиях всегда радовали. Поздравления от представителей рода Дауровых из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Абхазии и Москвы были озвучены юбиляру Борисом Дауровым. А в Осетии специально учредили премию имени Джигафара Даурова. Совет фамильный принял решение утвердить ежегодную премию самого знатного носителя нашей фамилии Джигафара Даурова и вручать ее самому одаренному молодому из рода Дауровых. За долголетний журналистский труд Джигафару Ахмедовичу присвоены звания заслуженный работник культуры Российской Федерации и заслуженный журналист Карачаева Черкесии. В свои 90 лет он полон жизненной энергии и глубокой житейской мудрости. Секрет долголетия Аксакала прост. У нас в роду столько никто не прожил, в нашем роду. Поэтому я считаю себя очень счастливым человеком, прожил столько лет. Но самое главное, я прожил не так просто, прожил, как человек должен прожить, я так считаю. Поэтому я сделал все, что мог для людей. Фатима Даурова, Алибастана, Вести, Карачаево, Черкесия. В эти дни республика отмечает 70-летие со дня рождения видного ученого и театроведа Зинхары Хабичевой Баташевой. Ее не стало в 2016 году. Ученый, наряду со множеством статей и очерков, автор знаменитой монографии, в которой раскрыты истоки становления и развития Карачаевского театра. О жизни Зинхары Хабичевой расскажет Шерифат Лепшокова. Карачаевский театр – истоки, самодеятельность, профессиональное искусство. За лаконичным названием книги скрывается колоссальный труд, длиною без малого в 40 лет. Именно столько времени Зинхара Хабичева собирала материал для монографии. В предисловии автор называет свое исследование «попытка освещения театрального искусства карачаевцев». Но книга поистине находка для всех, кто неравнодушен к истории и культуре народа. 562 страницы глубокого погружения в прошлое, в котором языческие ритуальные обряды и игры сменяются самодеятельностью исламского периода. 20 век поднимет Карачаевский театр на небывалую прежде высоту. В своей книге Зинхара Хабичева отдаёт уважение подвижническому труду Гима Гебенова, заново открыв читателю имя человека, первым основавшим в Карачае театральной кружке. От пристального взгляда учёного не ушла ни одна деталь. Она говорит о развитии театра в депортации, когда в 1956 году был создан танцевальный ансамбль и возрождались любительские театральные постановки, получившие расцвет в 60-70-е годы, время становления и профессионального Карачаевского театра. Монография Зинхары Хабичевой по достоинству оценена учёными. Экземпляры книги находятся в Институте Востоковедения Российской Академии Наук и ряда научно-исследовательских институтов страны. Дочь фронтовика и педагога Зинхара Хабичева закончила театровический факультет Грузинского государственного театрального института. Владела грузинским языком, что позволяло ей обращаться к научным источникам на языке оригинала. Профессионал она обладала высокими человеческими качествами. Это человек науки. Встречаясь, разговаривая с ней для себя в каждом разговоре, это как какое-то откровение. Лично для меня это очень большая потеря, просто как человека, который всегда поймёт, всегда есть о чём поговорить, всегда может направить. Марина Джангозова вспоминала, как пришла в республиканский НИЕ, где Зинхара Хабичева работала уже не один год. Навсегда запечатлелась в памяти, как учёная поддерживала её, тепло и тактично, напутствуя тогда ещё начинающего исследователя. Такой светлой Зинхара Хабичева была во всём. В деятеле науки она находила время и для общения с друзьями. Но все её беседы были особенными. В них зарождалась мысль, реализовавшаяся в статьях и очерках, вспоминали её коллеги. Человек редкой доброты и скромности. Она могла преодолеть все преграды. Ещё в 1985 году ей удалось опубликовать книгу «Озарение души» о князе-просветителе Исламик Румшамхалове. Так советский читатель узнал о человеке, которым сегодня гордится весь Карачай. У учёного остались незавершённые замыслы, но есть ученики-сподвижники, которые продолжат её дело. Зинхара Хабичева навсегда останется в сердцах своих сыновей, последователей, памяти благодарного народа. Шельфат Лепшокова, Али Бустанов, Вести Карачаева, Черкесия. В Республиканском музее работает масштабная выставка, приуроченная к столетию со дня образования Карачаева-Черкесии. В экспозиции представлено культурное наследие народа в республике 19-го, начало 20-го веков. Смотрите подробности. Этот год для музея стал поистине знаковым. Несмотря на сложности, связанные с пандемией, работа здесь не прекращалась ни на день. Открывались экспозиции, проводились наружные ремонтные работы. Но главным подарком для всех ценителей искусства стало появление нового сала. Впервые в Республиканском музее появилась экспозиция, полностью посвящённая культурному наследию республики, начала 19-го, 20-го веков. Предваряла эту выставку огромная работа. Был проведён капитальный ремонт зала, приобретены витрины, стойки, информационные щиты. Скоро они появятся и на английском языке. Сотрудники провели титанический труд в фондах музея, подбирая нужные экспонаты. Представлена обработка дерева, железа, то есть предметы из глины, драгметалл. Всё, что вы здесь видите, у нас выставлено впервые. Здесь вот то, что вы всё видите, это женские пояса, нагрудники, золотошвейное искусство. Вот здесь в шапочках можете наблюдать бусины, ожерелье, украшения для платьев, кинжалы. То есть на этом стенде всё представляется. Огромные интересы, очень богатый материал и есть по праву, чем гордиться. На Кавказе имел давние традиции и деревообрабатывающий промысел. Посетители смогут наглядно в этом убедиться. Представлены маслобойки начала 19 века, рубили и скалки для стирки и глажки белья, прялка, нагайка, ещё множество бытовых вещей. Немал интерес вызовет и ритуальная маска, которую надевали вперёд игрищ. Представлены кузнечные работы. Это утюги и плотницкий топор, необходимая в хозяйстве утварь. Возможно, некоторых заставит надолго становиться и витрина с платками ручной работы начала 19 века. Эти изделия были гордостью девушки-горянки. По умению шить судили о мастерстве и хозяйственности будущей невесты. Особенно ценились расшиты узорами шёлковые платки. На выставке есть уникальная возможность познакомиться и с фотографиями 19 века. Эти портреты сами говорят за себя. Мало кого оставят равнодушными макеты жилищ древних горцев и казаков. В следующем зале можно увидеть их отечту. При внешнем сходстве тонкий взгляд искусствоведов различил особенности костюмов. В музее не собираются останавливаться на достигнутом. Фонд пополнится новыми экспонатами. На постоянной основе в Краеведческом музее будет действовать и археологическая выставка. Посетители удивят артефактами Аландского периода и раннего Средневековья. С современной историей республики можно познакомиться уже сейчас. В зале художественной галереи представлены множество любопытных экспонатов советского периода. Все они были переданы в дар республике, как это сервиз от трудящихся и сынтуков, а также множество значков и наград, хранившихся все эти годы в фондах музея. К 60-летию. Есть к 50-летию значки. И есть памятные медали, подаренные автономной области. Это в память 50-летия советской власти. Можно познакомиться и с историческими документами. Постановление за подписью Калинина свидетельствует о создании в 2021 году новой Карачаево-Черкесской области. А это уже победные награды. Среди них золотая медаль ВДНХ, которой уже около 60 лет. Я чемпион выставки племенного скота. Мы вправе можем гордиться своим животноводством. Их всегда гордились. И вот есть замечательные такие экспонаты. У нас золотые и серебряные медали. Есть памятная медаль ОВДНХ. То есть здесь у нас за достижение народного хозяйства. Мы участвовали в международных выставках в ВДНХ. Шерифет Лепшукова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкисия. Говорить о традициях коневодства, как и о достоинствах лошадей, можно много и долго. Понимая эту ценность, молодежи из Абазинского аула Псыш решила всерьез заняться этим вопросом. Одним из таких путей возрождения коневодства стали конные прогулки. Проводятся они не впервые. Много человек принимали участие в предыдущие годы, но в этом году из-за пандемии коронавируса конников было чуть меньше. Альбина Ламкова продолжит тему. Образ крылатого коня, показанный в греческой мифологии, был характерен и для абазинского эпоса. Хорошая лошадь была особой гордостью у абазин. Хозяин дорожил ею, так как лошадь была верным и надежным другом. И в наше время это животное есть у многих людей, особенно в сельской местности, и пользуется популярностью у молодежи в ауле Псыш. С самого раннего возраста, как это было принято у наших предков, детям прививают любовь к лошади и учат верховой езде. Это развивает физическую силу, выносливость, ловкость, мужество. Они выращивают лошадей. Я считаю, что это очень трудно, но не хотят возродить наши предки. Ездили на лошадях, жили с ними. И молодежь знает это. Я поддерживаю, что они встречались ежемесячно, чтобы они друг другу показывали лошади свои. Лошадь – самое изящное и гордое животное, которое восхищает окружающих своей силой, выносливостью и смелостью. Необузданный нрав всегда привлекал к себе человека. А преданность и мощь лошадей навсегда привязали к себе людей, говорит участник конной прогулки Мурат Муртазов. Само по себе коневодство очень благое, очень здоровое, очень полезное дело. Отвлекает от всего негативного. Сближает людей. Что касается абазинского коневодства, то оно было во многих исторических документах очень значительным, что даже на душу населения приходилось две лошади. Несмотря на все войны, на все разрухи Кавказской войны. Не так давно лошади помогали по хозяйству. И только в 21 веке их заменили на механизированную и автоматизированную технику. Но несмотря на это, грациозное животное представляет ценность и в нашем современном обществе. Помимо того, что лошади преданы друзьям, они еще помогают восстановить здоровье человека. Прогресс, технологии и так далее. Посадили нас вместо лошадей на автомобиле. Несмотря на все это, зов сердца, генетический код абазина срабатывает. И вот когда вот такие вот тенденции появляются, почти все, большая часть из наших мужчин хотят, прям чувствуют свою близость к лошади и на таких вот началах заводят лошадей, содержат их, ухаживают, вкладывают в них душу, сердце. По мнению участников мероприятия, конные проходы стоит проводить регулярно. Это позволит увеличить популяцию этих прекрасных животных, польза которых велика для человечества. Альбина Ламкова, Заурлиева, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район. В ночь с 18 на 19 января православные будут праздновать крещение. Традиционно каждый год освящались воды Кубани. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией все массовые мероприятия запрещены. Поэтому в этом году освящения воды Кубани, к сожалению, не будет. Будет освящение в храмах. Можно будет, как всегда, прийти в любой храм за водой, осветить ее и принести домой. Об этом рассказал благочинный Северного округа Александр Нартов. Также он обратился с просьбой 19 января в праздник крещения воздержаться от посещения проруби, купелей. Потому что это места массового скопления людей. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе событий недели. Я благодарю вас за внимание и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами. До встречи.